И снова здрасте! В этом уроке мы с вами будем разговаривать про базовые фильтры. Тут все еще проще, чем в селекторах. Сейчас мы с вами быстренько пробежимся по каждому из них, а потом взглянем на код и опять же ручками все это поприменяем. Пойдем по порядку с самого начала. Первый селектор ODD выберет нечетные элементы. Тут нужно представлять, что индексация с нуля, нулевой элемент будет выбираться фильтром EVEN. То есть как четный он будет считаться. Следующий селектор это GT и он принимает индекс. Вернет элементы с индексом больше, чем тот, который вы передадите в параметрах. Чтобы вы не терялись в догадках, как же этот селектор, простите, фильтр с индексом применять, я опять же подготовил для вас иллюстрацию. В уже привычном месте мы видим фильтр, который будем применять. И давайте посмотрим, что у нас получится после применения данного фильтра. Опять же, если бы мы вместо единицы указали как параметр 0, то у нас бы выбрались параграфы с индексами и 1, и 2. Идем дальше. Дальше у нас фильтр LT. Абсолютно аналогичный, за исключением того, что возвращает элементы с индексом меньше, чем указаны. То бишь, для предыдущего случая это был бы параграф с индексом 0. Фильтр HEADER возвращает все заголовочные элементы страницы. То есть h1, h2, h3, h6 и так далее. Фильтр ANIMATED возвращает элементы, которые анимированы в данный момент. Это мы с вами подробнее увидим на коде и в браузере, так как в презентации это достаточно тяжело показать. Следующие два фильтра это FIRST и LAST. То бишь, каким-то селектором вы сделали отбор каких-то элементов. И если вам нужно первый или последний, вы применяете эти два фильтра. Следующий фильтр NOTE тоже с параметрами. Я решил также для лучшего понимания вам его проиллюстрировать. Опять уже знакомая нам схемка. В привычном месте опять же видим примененный фильтр. То есть мы отбираем все элементы страницы, которые не являются элементами SPAN. Давайте-ка посмотрим, что это получится у нас. Получится у нас вот что видим. Следующий фильтр EVEN вернет все четные элементы страницы. И фильтр ECG тоже фильтр с параметром. Принимает индекс, очень похож по действию на фильтры GT и LT. За исключением того, что возвращает один единственный элемент с индексом, указанным как параметр в скобках. Теперь давайте-ка посмотрим на код и все это применяем на деле. Посмотрим, что у нас получится. На этот раз открываем документик FILTER START. Со структурой документа знакомить вас уже нет смысла. Сразу приступим к изучению селекторов. Ну что ж, давайте для начала, например, отберем первый тег P в нашем документе. Для этого наберем вот такую вот конструкцию. P выточие first. Сохраняем документик. Смотрим в браузере, что у нас получилось. Вот. Выделился у нас параграф с индексом 0, так как индексация начинается с нуля. Вот. Идем снова в ревивер. Ну, можно попробовать выделить последний, да. Смотрим, опять набираем last, сохраняем документик. Идем в браузер, обновляем страничку, увидим наш последний в документе тег P. Так, теперь давайте попробуем наделать еще параграфов и поработать с фильтрами, которые предоставят нам четные или нечетные элементы страницы. Продолжаем здесь индексацию до 5, да. Всего у нас 6 параграфов. Индексация с нуля. Последний индекс 5. Сохраняем наш документик. Ну, конечно, пока еще было рано. Вот. Давайте так сделаем. Отберем сначала четные, да. Не забываем, я уже говорил в теоретической части о том, что 0 тоже в jQuery позиционируется как четный элемент. Идем в браузер, смотрим, что у нас получилось. Вот. Как вы можете наблюдать, все четные элементы обвелись в рамку. Точно так же будем с нечетными, не будем повторяться. Теперь давайте попробуем добавить в наш документ заголовков. Вот один. И давайте еще один какой-нибудь сделаем. Ну, этот пускай будет шестой. И применим ко всему документу фильтр header. Опять идем в браузер, обновляем страничку, смотрим, что у нас получилось. Так. Теперь давайте, давайте, давайте сделаем вот так. Отберем, например, все элементы потомки, независимо от их типа, для тега body, которые при этом являются, вернее, имеют индекс больше трех и еще при этом не являются заголовками. Сохраняем. Идем в браузер, смотрим, что у нас получилось. Вот. Прошу прощения, я вроде сказал больше трех. Да. Вот. Разбираем, да? Как бы индекс 0, 1, 2, 3, 4, 5. И header у нас не выделяются, наши заголовочные элементы. Все остальные, которые имеют индекс больше трех, выделились. Вот. Это как бы такая достаточно, насколько вы можете видеть, сложноватая синтаксическая конструкция, да? Но зато это как пример того, что комбинируя разные виды селекторов, мы можем получить абсолютно любой набор элементов. И, соответственно, работать с ними, делать с ними какие-то нужные нам вещи, да? Будь то изменять их атрибуты, работать с стилевым оформлением данных элементов, или применять к ним какую-то уже функциональность, написанную на JavaScript, и так далее. Вот. Это что касалось фильтров. Если что-то я здесь не затронул, и то, что я писал в теоретической части, значит, это остается вам на самостоятельное изучение.